Чингис Айтматов. Солдатёнок. Первый раз он увидел отца в кино. Тогда он был малышом, лет пяти. Произошло это в той большой белой кошаре, где каждый год проводят стрижку овец. Кошара эта покрыта шифером, и поныне стоит за совхозным посёлком под горой у дороги. Сюда он прибегал с матерью. Его мать же Ингуль, телефониско-почтового отделения в совхозе, каждое лето с началом стригального сезона устраивалась подсобной работницей на стригальном пункте. Для этого она брала свой отпуск и отгул за сверхурочные дни и ночи, проведённую коммутатором во время посевной и окатной кампании. И работала здесь до последнего дня стрижки. Оплата на стрижки издельная. Тут можно было неплохо заработать. А для неё, солдатской вдовы, ой, как нужна была каждая лишняя копейка. Хотя семья невелика, сама да сын, но всё одно. Семья есть семья. Топливо надо запасти на зиму. Муки надо купить, пока не взоражало. Приодеться надо, обуться. Да и мало ли чего надо. Сына оставлять дома было не с кем. И потому она брала его с собой на работу. Здесь он и бегал целыми днями, чумазый и счастливый, среди стригалей, чабанов и лохматых пастушек собак. Он первым увидел, как во двор кошары приехала кинопередвижка. И первым пустился оповещать всех об этом чрезвычайно радостном событии. Кино приехало! Кино! Картину начали показывать после работы, когда стемнело. А до этого он просто истомился от ожиданий. Но зато муки его были вознаграждены. Фильм был про войну. На белом полотне, же повешенном между двумя столбами в конце кошары, началось сражение. Загрохотали выстрелы, со свистом взмывали ввысь ракеты, добило, освещая истерзанную в сполохме тьму и приникших к земле разведчиков. Ракеты гасли, и разведчики снова бросались вперед. А пулеметы строчили среди ночи так, что у мальчика дух занимался. Вот это была война! Они с матерью примастились на тюках шерсти позади других. Отсюда было виднее. Ему, конечно, хотелось сидеть в самом первом ряду, там, где подле экрана устроились на полу прибежавшие из совхоза ребятишки. Он было кинулся к ним, но мать одернула. «Хватит! Носишься с утра до вечера! Побудь со мной!» И усадила его к себе на колени. Киноаппарат стрекотал. Война шла. Люди напряженно следили за ней. Мать вздыхала, порой испуганно вздрагивала и крепче прижимала его к себе. Когда танк метил прямо в них, какая-то женщина, сидевшая рядом на тюках, то и дело творестно цокала языком и бормотала. «Боже мой! Что творится? Боже мой!» А ему было не очень страшно. Напротив, иногда даже очень весело, когда падали фашисты. А когда падали наши, ему казалось, что они потом встанут. Вообще-то забавно падают люди на войне. Точь-в-точь, как они, когда играют в войну. Он тоже умеет так падать с разбегу, будто дали тебе подножку. Больно, правда. Расшибаешься. Но ничего, встаешь и снова в наступлении. И забудешь об ушибах. А эти не встают. Остаются лежать на земле темными, неподвижными бугорками. Он умел падать и по-другому, как те, кому пуля попадала в живот. Они падают не сразу. Сперва схватятся за живот, потом согнутся и медленно валятся на траву, роняя из рук оружие. После этого он объявлял, что не убит, и снова воевал. А эти не поднимались. Шла война. Киноаппарат стрекотал. Теперь на экране появились артиллеристы. Под шквальным огнем среди взрывов и дыма они выкатывали противотамповое орудие на прямую наводку. Они толкали орудие вверх по склону оврага. Склон был долгий и широкий. И по этому долгому и широкому склону, вскипающими черными вплесками взрывов, двигалась кучка артиллеристов. В их движении, в их облике было нечто такое, отчего сердце гудело в груди, переполнялось гордостью, болью и ожиданием страшного и великого. Их было человек семь. Одежда на них тлела. Один из артиллеристов обличием не походил на русского. Быть может, мальчик и не обратил бы на него внимания, если бы не мать. Она шепнула. «Смотри, это твой отец!» И с этой минуты он стал его отцом. И весь фильм потом был про него, про его отца. Отец оказался совсем молодым, как молодые колхозные парни. Роста он был небольшого. Круглолицей с быстрыми глазами. Глаза его зло сверкали на черном от грязи и дыма лице. И весь он был цепкий и стремительный, как кошка. Вот он, подпирая плечом колесо кошки, обернулся и крикнул кому-то вниз. «Снаряды! Не задерживай!» И голос его перекрыло грохотом нового взрыва. «Мама, это мой отец!» Переспросил о волбек матери. «Что?» – не поняла она. «Сиди тише, смотри!» «А ты же сказала, что он мой отец!» «Да, конечно, твой отец! Только не разговаривай и не мешай другим!» «Почему она так сказала? Зачем?» «Возможно, просто так, случайно!» Не подумала и в ту минуту, возможно, разволновалась, вспомнила мужа. А он несмышлённым поверил и очень обрадовался, растерялся от этой неожиданной и незнакомой ему гордости и по-детски возгордился им, своим отцом-солдатом. Вот это настоящий отец! Это он и есть, его отец! А мальчишки дразнят, что у него нет отца. Пусть увидят, они теперь его отца. А чабаны пусть увидят. Эти чабаны, скитальцы гор, никогда толком не знают ребят. Он им помогает загонять атары во двор стрекального пункта. Он разгоняет их собак, когда все дерутся, а они донимают его расросами. Каждый чабан, сколько их есть на свете, обязательно спросит. «Ну, Джигит, как тебя звать?» «А, Валбек, чей же ты будешь?» «Я сын Токтасуна». Чабаны не сразу понимают, о ком речь. «Токтасуна?» нагибаясь в седла, переспрашивают они. «Это какого же Токтасуна?» «Я сын Токтасуна», твердит он. Так велела отвечать мать. И слепая бабушка наказывала не забывать имя отца. Она уши надирала ему за это. Злая. «А, постой, постой! Так ты сын телефонистский, что на почте? Так ведь?» «Нет, я сын Токтасуна», продолжает он опять стоять на своем. И тогда чабаны начинают догадываться, в чем дело. «Верно. Ты и есть сын Токтасуна. Молодец. Это мы просто испытать тебе решили. И не обижайся, Джигит. Мы круглый год в горах, а вы тут растете, как трава. Трудно узнавать, где творог». И потом они между собой долго припоминают его отца. Перешептываются, говорят, что он совсем молодым ушел на фронт, и многие уже не помнят его. И хорошо, что остался сын. А сколько ребят ушли холостыми? И некому теперь носить их имя. А теперь, с той минуты, как мать шепнула ему, «Смотри, это твой отец», солдат на экране стал его отцом. Мальчик уже думал о нем, как о своем отце. Он действительно чем-то очень походил на военную фотографию отца, молодого солдата в пилотке. На ту самую фотографию, которую они потом увеличили и повесили в рамки под стеклом. А в тот час Авалбек смотрел на отца глазами сына. И в его детской душе поднималась горячая волна неизведанной сыновней любви и нежности. Отец на экране словно бы знал, что за ним следит сын, и словно бы хотел за свою мгновенную жизнь в кино показать себя таким, чтобы сын вечно помнил о нем и вечно гордился им, солдатам минувшей войны. И война с этой минуты уже не казалась мальчику забавной, и ничего смешного не было в том, что падали люди. Война стала серьезней, тревожной, страшней, и он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда так не хватало. Киноаппарат стрекотал, война шла. Впереди показались наступающие танки. Они грозно надвигались, кромсая землю гусеницами и разворачивая башню сходу, стреляли из пушек. А наши артиллеристы, выбиваясь из сил, тащили орудие наверх. «Скорей! Скорей, папа! Танки идут! Танки!» торопил отца сын. Наконец пушку выволочили, катили в кусты орешника, и начали палить по танкам. А танки палили в ответ. Их было много. Жутко становилось. Сыну казалось, что он сам тоже там, рядом с отцом, в огне и грохоте войны. Он подпрыгивал на коленях матери, когда танки горели черным дымом, когда гусениц их слетали с колес, когда они слепо и злобно крушились на одном месте. Он притихал, собирался в комок, когда падали наши солдаты у орудия. Их становилось все меньше и меньше. А мать плакала. Лицо ее было мокрым и горячим. Киноаппарат стрекотал. Война шла. Бой разгорался с новой силой. Танки подходили все ближе и ближе. Пригнувшись у лафета, отец яростно и громко что-то кричал в трубку полевого телефона. Но ничего нельзя было разобрать в грохоте. Вот упал еще один солдат у орудия. Он пытался встать, но не мог. Ткнулся в землю. И земля почернела от его крови. Вот они остались только вдвоем. Отец и еще один солдат. Они дали еще один выстрел. Затем два подряд. Но танки наседали. Вот кухнул еще один снаряд под лепушки. Взрыв, огонь и тьма. С земли поднимается теперь только один. Это его отец. Он снова кидается к орудию. Сам заряжает, сам наводит. Это последний выстрел. Снова взрыв окутывает экран. Пушку отца искорежила и отбросила в сторону. Но сам он еще жив. Он медленно встает с земли и идет, обгоревший в дымящихся клочьях одежды навстречу танку. В руках у него граната. Он уже ничего не видит и не слышит. Он забирает в себе последние силы. Стой! Не пройдешь! Он замахивается гранатой и замирает на секунду в этой позе с искаженным от ненависти и боли лицом. Мать так сильно стиснула сыну руку, что он чуть не задохнулся. Он хотел вырваться и броситься к отцу. Но из дула танка блеснула длинная пулеметная очередь и отец упал, как срубленное дерево. Он покатился по земле, пытался встать и снова упал навзничь, широко раскинув руки. Киноаппарат смолк. Война оборвалась. Это был конец части. Киномеханик включил свет, чтобы перезарядить ленту. Когда в кошаре вспыхнул свет, все зажмурились и заморгали глазами, возвращаясь из мира кино, из войны в свою реальную жизнь. И в этот момент мальчик скатился с тюков шерсти, с ликующим криком «Ребята, это мой отец! Вы видели? Это моего отца убили!» Никто такого не ожидал и никто не мог сообразить, что произошло. А мальчик бежал с торжествующим криком к экрану, где в первых рядах сидели друзья-мальчишки, мнение которых было для него самым важным. На короткое время в кошаре воцарилась странная неловкая тишина. До людей пока не доходил нелепый смысл радости этого маленького человека, никогда прежде не видевшего своего отца. Никто ничего не понимал. Все растерянно молчали и пожимали плечами. Киномеханик выронил из рук коробку от киноленты. Она звякнула и покатилась, разделившись на дверь половинки. Но никто не обратил на это внимания и сам киномеханик не бросился поднимать. А он, солдатенок, сын погибшего солдата, продолжал доказывать свое. Вы же видели, это мой отец. Его убили, говорил он, возбуждаясь, тем больше, чем лучше молчали люди и не понимал, почему они не радовались и не гордились его отцом так же, как он. Кто-то из взрослых недовольно щикнул. — Чш, перестань, не говори так. Но другой ему возразил. — А что такого? Его отец погиб на фронте, не правда, что ли? И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решился сказать ему правду. — Да это не твой отец, что ты кричишь? — Вовсе не твой отец, а артист. — Спроси вон у дяди киномеханика. Взрослые не хотели лишать мальчика его горькой и прекрасной иллюзией, и потому они надеялись, что приезжий киномеханик запросто скажет все, как есть. Все обернулись к нему, но и тот промолчал. Уткнулся в аппарат, будто занятый очень. — Нет, мой отец, мой, не унимался солдатенок. — Какой твой отец? Который? — Снова заспорил соседский парнишка. — Он шел с гранатой на танк. Ты разве не видел? Он упал вот так. Мальчик бросился на землю и покатился, показывая, как упал его отец. И сделал это в точности, как было. Он лежал перед экраном навсечу широко, раскинув руки. Зрители невольно рассмеялись. А он лежал, как убитый, и не смеялся. Снова наступила неловкая тишина. — Да что же это? Куда же ты смотрит? Жень, Голь! С упреком проговорила старая женщина Чабан. И все увидели, как мать шла к сыну, скорбная и строгая, со слезами на глазах. Она подняла сына с земли. — Пойдем, сынок, пойдем. Это был твой отец. Тихо сказала она ему и повела его за собой из кашара. Луна стояла уже высоко. В темно-синей ночной доле белели горные вершины, а степь внизу лежала громадная и непроглядная как амут. И только теперь, впервые в жизни, он познал горечь утраты. Ему вдруг стало до невозможного обидно, больно, горестно за убитого в бою отца. Ему хотелось обнять мать и заплакать, и чтобы она плакала вместе с ним. Но она молчала, и он молчал, сжав кулаки, сглатывая слезы. Он не знал, что с этого часа в нем начал жить отец, давно погибший на войне. Субтитры